Еще пару месяцев назад к врачам-терапевтам попасть было затруднительно. Врачей не хватало. Первым шагом к стабилизации сложившейся ситуации стал перевод терапевтов из филиала в основное здание. Ведь сроки ожидания в очереди к терапевту составляли 20 и более дней, а получение рецептов – до 5 дней. Поликлиника – это очень большое учреждение, которое обслуживает весь город. И не только город, но и сельские населенные пункты. На данный момент мы введем активную кадровую политику, привлекаем врачей-специалистов. За марта месяца мы привлекли 11 врачей-специалистов, как терапевты, так и онкологи, неврологи, эндокринологи. Инфекционист у нас появился за последнее время, за последний год. Мы очень этому рады. Ольга Кривуля – врач с 15-летним стажем. Работает в Анапской поликлинике всего второй день. Но желающих попасть к ней на прием – уже хоть отбавляй. На сегодняшний день очень много под наблюдением идет диспансерных больных, которые наблюдаются. То же самое у нас инфекционное отделение выписывает, когда больные, чтобы они не терялись. Всегда раньше существовал кабинет инфекционных заболеваний, куда они приходят. И наблюдается в течение полугода, месяца, в зависимости от того, какое заболевание. Тем более у нас курорт все-таки и есть большая группа декретированного населения. То есть это те, кто работают на пищеблоке, те, кто работают в детских садах, в гостиницах, в санаториях. Наконец-то появился еще один востребованный специалист – онколог. Игорь Суслин переехал из города Мариуполь. Практикующий онкохирург теперь трудится в Анапе. Город курортный. Тем не менее, довольно много людей обращается. У женщин основная проблема – это заболевание молочных желез. Мужчины чаще всего обращаются с заболеванием кожи и предстательной железы. Заболевания кожи превалируют здесь, потому что солнечные лучи и народ постоянно под воздействием ультрафиолета. Оптимизация работы терапевтов значительно сократила очереди. Теперь вообще попасть к необходимому врачу стало проще. Однако незакрытые вакансии еще остаются. Горячим остается вопрос по фтизиатрии, потому что действительно врачи фтизиатров, они лечат пациентов с туберкулезом и наблюдают их. Это очень дефицитная специальность. И остается вопрос по терапии все-таки. Но мы впервые переломили ситуацию, когда участковых медсестер терапевтических стало меньше, чем участковых врачей терапевтов. Раньше было наоборот. Раньше приходилось на одного врача подвинуть сестры. Всего в городской поликлинической больнице на данный момент работает 56 специалистов, ведущих амбулаторный прием пациентов. А поликлиника у скорой помощи тоже работает на медосмотре и на получение водительских прав. По нормам Санпина пока в ней возможна только такая работа. Продолжение следует...